Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для тепловой обработки, которая применяется на мясоперерабатывающих предприятиях. Тепловая обработка – один из основных и наиболее часто применяемых технологических процессов, в результате которого сырье и мясопродукты претерпевают сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным или объемным проникновением теплоты в продукт. Цель тепловой обработки может быть различной. Подготовка сырья к дальнейшей технологической обработке, доведение продукта до состояния готовности к употреблению в пищу, предотвращение или уничтожение развития микрофлоры в готовом продукте или при его хранении. Выделение из сырья составных его компонентов. Изменение структурного состояния продукта. Тепловая обработка осуществляется следующими способами. Погружением в жидкую среду, вода, растительное масло и другое. Воздействие паром, воздухом, паровоздушной, пароводяной, дымовоздушной смесью, электроконтактным нагревом, энергией СВЧ, инфракрасным излучением, комбинированием перечисленных способов. Среда, которая передает теплоту продукту, называется теплоносителем. Передача теплоты продукту может быть прямым контактом или через теплопередающую стенку поверхность. Пар, как теплоноситель, в первом случае называется острым, а во втором случае глухим. Для тепловой обработки сырья и мясопродуктов применяют оборудование непрерывного и периодического действия. В зависимости от глубины проникновения теплоты в продукт, оборудование можно разделить на две. группы для поверхностной и объемной обработки. В первую группу входит оборудование для шпарки и опаливания. Оборудование второй группы предназначено для варки, запекания, охлаждения, пастеризации, стерилизации, вытопки, жира, обесклеивания шрота, деаэрации, копчения, сушки и выпаривания. Рассмотрим оборудование для варки, запекания и охлаждения. Варка – это тепловая обработка мяса и мясопродуктов до состояния кулинарной готовности. Ее проводят в воде острым паром или смесью насыщенного пара и воздуха при температуре ниже 100 градусов Цельсия в специальных камерах, открытых котлах, автоклавах под давлением и электромагнитном поле СВЧ. Тепловая обработка паром наиболее распространена из-за меньших потерь массы и возможности получить более сочный продукт, чем при варке в воде. Варки паром подвергают большую часть мясных продуктов, за исключением сырокопченых и копченозапеченных. При запекании мяса продуктов нагрев ведут продуктами сгорания газа или горячим воздухом в коптильных печах, ротационных печах или электрических шкафах, а охлаждение в охладителях различной конструкции. По сравнению с варкой в воде, при запекании потери сока и жира ниже. Выход готовых продуктов выше, они обладают лучшим вкусом и ароматом и имеют более нежную консистенцию. Запекание осуществляют при температурах от 80 до 280 градусов Цельсия. Этот процесс применяют при производстве кулинарных изделий, колбас, мясных хлебов, соленых мясных продуктов и других. Для варки применяют оборудование периодического, котлы, ванны, камеры и непрерывного бланширователи, термокоагуляторы. Действие. Варку мяса продуктов в воде проводят в котлах различной конструкции, с загрузкой и выгрузкой вручную. И специальными устройствами, с опрокидывающимися и неопрокидывающимися резервуарами. Котёл Г2ФВА с опрокидывающимся резервуаром и рубашкой опирается через цапфы, лежащие в подшипниках на стойке. К цапфам подсоединены трубы для подвода пара в рубашку и отвода конденсата, поступающего по трубе. На цапфу надето червячное колесо, вращением которого при помощи маховика или червяка поворачивают резервуар. Котёл типа вулакан имеет резервуар с коническим днищем и рубашку. Сверху он закрыт крышкой, уравновешенной противовесом. Рубашка опирается на стойке. Пар в рубашку поступает через вентиль, а содержимое котла сливается через кран. Вода поступает резервуар через трубку 9. Конденсат отводится через конденсатную трубу 11. Для снижения давления в котле служит патрубок отводящий пар. Рубашка котла имеет клапаны для продувки и предохранительный. А резервуар предохранительный клапан, исключающий образование внутри вакуума. Котёл К7ФВ3Е предназначен для варки и бланширования субпродуктов и варки окороков в двух корзинах из нержавеющей стали. Он представляет собой бескаркасную прямоугольную металлоконструкцию, под которой расположен слой теплоизоляции толщиной 50 мм. Днище и крышка двухстворчатой конструкции изоляции не имеют. Посредине котла на вертикальных внутренних стенках закреплена перегородка, разделяющая его на две части и служащая направляющей для корзин. Крышка открывается и закрывается с помощью рычажно-винтовой системы, смонтированной с правой стороны котла. Сборник бульона – цилиндрическая ёмкость с крышкой, выполненная из листовой нержавеющей стали. Для наполнения бульоном и его слива в корпусе сборника предусмотрены отверстия с патрубками. В котел электроталью и захватным устройством устанавливают корзины с субпродуктами. Затем заливают воду и подают пар через барботер. При достижении заданной температуры внутри котла начинается варка. После ее окончания бульон с жиром частично сливают в сборник, открывая вентиль на сливном трубопроводе. Технические характеристики варочных котлов представлены в таблице на слайде. Аппарат АТЦ-300 фирмы Стефан Германия предназначен для варки мясопродуктов паром. В аппарате совмещены измельчение и варка, а также в нем смешивают компоненты по рецептуре и деаэрируют их. Основанием аппарата служит платформа. На крышке расположен привод для мешалки скребка. Внутри барабана имеются ножи. В состав аппарата входят также электрическая, гидравлическая, вакуумная и индикаторная установки. И измельчитель для бланшированного мясного сырья. Последний устанавливается под отверстием для выгрузки продукта. Барабан представляет собой камеру для измельчения, смешивания и варки вместимостью 300 литров. Камера герметично закрыта крышкой, на внешней поверхности которой закреплен привод мешалки. Электродвигатель мощностью 5,5 кВт с редуктором. Электрическая установка находится в отдельном шкафу и служит для управления электрической частью аппарата ТЦ. Гидравлическая установка обеспечивает вращение и регулирование ножевого вала в камере для измельчения и перемешивания и управляет задвижкой на барабане при загрузке и выгрузке продукта. Мощность двигателя гидравлической установки 1,5 кВт. На валу устанавливают 1-3 двойных ножа, 2 распорных и одно нажимное кольцо. Мощность двигателя ножевого вала составляет от 40 до 60 кВт. Частота вращения от 1,5 до 3 тысяч оборотов в минуту. Барабан, крышка, мешалка, скребок, вал и ножи изготовлены из нержавеющей стали. Скребок у мешалки выполнен из пластмассы. Вакуумная установка состоит из водокольцевого вакуум насоса двигателя мощностью 2,2 кВт, пневматического клапана вентиляции, вакуумного шланга, вакууметра, отделителя, сепаратора твердых веществ. Производительность вакуумной установки в барабане 55 кубометров в час всасываемого воздуха. Продукт в аппарат загружается подающим устройством с тележкой. Масса обрабатываемого сырья составляет 200 кг. Расход пара 19 кг на 1 кг обрабатываемого продукта. Общий цикл обработки сырья состоит из загрузки 40 секунд. Перемешивание, предварительного измельчения, варки до полной готовности, откачивание воздуха 230 секунд. Обработки в измельчителе от 150 до 420 секунд. Производительность аппарата по измельченному сырью зависит от режима работы и свойств сырья и составляет от полутора до пяти тонн в час. Аналогичное устройство и принцип работы имеет аппарат В2ОПН. Его применяют в линии производства ливерных колбас. В аппарате непрерывного действия варят мясное сырье в кусках. Оно представляет собой ванну с цилиндрическим днищем и крышкой. Внутри ванны вращается шнек, который перемещает в процессе варки куски мяса от места загрузки к месту выгрузки. Вращение шнека осуществляется при помощи электропривода. Ванна заполняется на 70% по высоте горячей водой, которая подогревается острым паром, выходящим из барбатера. Последний расположен в нижней части ванны. Ванна оборудована системой рециркуляции бульона. Режим варки контролируется терморегулятором и индикатором температуры. Добавление свежей воды и удаление бульона из ванны должны быть отрегулированы таким образом, чтобы концентрация сухих веществ в бульоне составляла от 2 до 2,5%. Это особенно важно при производстве консервов для детского питания. Вареное мясное сырье после стекания бульона направляют на дальнейшую обработку. Термокоагулятор Я-6 ФПК применяют для непрерывной тепловой обработки фаршевых мясопродуктов. Он состоит из цилиндрического корпуса с патрубком для подачи продукта и лотком для выгрузки продукта, а также патрубками для подачи пара, которые расположены на наружной поверхности корпуса в несколько рядов и соединены между собой паропроводным коллектором. В корпусе концентрично размещен шнек с прорезями в его винтовой поверхности, в которые вставлены форсунки. Термокоагулятор работает следующим образом. Фарш подается насосом через патрубок 2 в корпус и перемещается шнеком в сторону выгрузки. Острый пар, подаваемый в коллектор и распределяемый по форсункам, поступает непосредственно в продукт. Конденсируясь, пар нагревает сырье, причем нагрев происходит по всему объему продукта. Одновременно осуществляется процесс перемешивания. Кроме того, форсунки препятствуют вращению продукта вместе со шнеком. Установка форсунок с определенной ориентацией парораспределительных отверстий позволяет избегать попадания в них продукта и обеспечивать его равномерный прогрев. Большая поверхность контакта вследствие дробления продукта в зоне форсунки и подача пары непосредственно в продукт способствует интенсификации теплообменного процесса. Техническая характеристика термокоагулятора представлена на слайде. Котел вакуумный КВМ 4,6 М. Применяют для производства сухих животных кормов и технического жира, варки, стерилизации и обезвоживания. Сварная рама является основанием для установки корпуса с мешалкой и привода. Корпус представляет собой цилиндрический горизонтально установленный сосуд с рубашкой. В верхней части корпуса имеется патрубок 3 с фланцем, к которому крепится загрузочная горловина. В верхней части рубашки корпуса котла варены два патрубка 5 для подвода пара, трубка для выпуска воздуха, штуцеры для подсоединения предохранительного клапана. Внутри корпуса монтируется перемешивающий механизм, состоящий из вала с закрепленными на нем лопастями. Перемешивающий механизм приводится в действие электродвигателем через упругую муфту, цилиндрический двухступенчатый редуктор и уравнительную муфту. Лопасти мешалки выполнены так, что при вращении вала против хода часовой стрелки со стороны загрузочной горловины масса в котле только перемешивается, а при вращении по ходу часовой стрелки перемещается в сторону разгрузочной горловины. Частота вращения вала мешалки равна 0,7 секунда в минус 1. Привод механизма выпуска жира осуществляется от электродвигателя через муфту, редуктор, кривошип и рычаг. Механизм в действие включается периодически по мере заполнения выпускного отверстия. Загрузочная горловина состоит из цилиндрической обечайки с фланцами и крышки с запорным бегелем. Механизм слива бульона включает в себя пробковый кран, иглы, редуктор и электродвигатель. Редуктор и электродвигатели закреплены на подвижной раме. В нижней части сосуда приварены патрубки 9 и 10 для отвода конденсата. Аналогичное устройство имеет и котел вакуумный горизонтальный G4FPA. Технические характеристики вакуумных котлов представлены на слайде. Печь ротационная К7FP2Г. Предназначена для запекания мясных хлебов, буженины, карбонада и других изделий без оболочки. Стерилизации условно годного мяса. Она представляет собой термоизолированную цилиндрическую камеру, закрепленную на опоре. Стенки камеры трехслойные. Два внешних слоя это облицовка из нержавеющей стали, а внутренней теплоизоляция. В камере имеется проход для загрузки и выгрузки продукции с подъемной дверцей с противовесом и проход с отражателем для подачи горячего воздуха, получаемого при сгорании в горелках. Продукт подают на люльке ротора, диски которого установлены на валу и соединены между собой стержнями, несущими люльки. Электродвигатель и редуктор смонтированы на стойке, прикрепленный к каркасу печи. Газы покидают рабочую зону через трубу с задвижкой. Печь относят к установкам периодического действия. Процессы подсушки, обжарки и варки мясопродуктов осуществляются один за другим. При этом продукт в формах или лотках, установленных на люльках ротора, непрерывно перемещается в камере в потоках паровоздушной смеси. Из камеры воздух по отсасывающим воздуховодам поступает в коллектор, откуда вентилятором засасывается и направляется на нагревательные элементы. А затем по промежуточному воздуховоду в центральный распределительный воздуховод и дальше к продукту. Для увлажнения среды используют острый пар. Техническая характеристика ротационной печи вы видите на слайде. Охладитель дозатора 7FLV-3 применяют для охлаждения и дозирования кровяной сыворотки, пищевого рассола и воды. Охладитель состоит из бака, внутри которого установлены по две секции аммиачного испарителя, распределителя аммиака, сборника аммиака и маслособирателя. Геометрическая вместимость бака составляет 0,55 кубометра. Дозировочное устройство состоит из насоса дозатора, установленного внутри сварного каркаса. Охладитель и щит управления смонтированы на раме, а дозировочное устройство устанавливается на каркасе. Расход хладоносителя для охлаждения кровяной сыворотки равен 0,2 кубометра в час. Установленная мощность электродвигателей насоса дозатора и мешалки в сумме составляет 1,5 кВт. Габаритные размеры охладителя дозатора 2400, 1610 и 2745 мм. Охладитель жира D5FOP представляет собой теплообменный агрегат, состоящий из двух теплообменников, смонтированных на станине, привода трубопроводов с арматурой хладоносителя разливного трубопровода. В качестве хладоносителя применяют воду и рассол. Из жиросборной емкости по цеховому трубопроводу жир поступает к насосу, приводимому в действие от электродвигателя с помощью клино-ременной передачи. И через трубопровод направляется последовательно в первый, а затем во второй теплообменники. Теплообменники состоят из цилиндров изоляции и охлаждения, вытеснительных барабанов и торцов крышек. Радиальный зазор между цилиндрами – винтовой канал прямоугольного сечения, равного сечению трубопровода хладоносителя. Вытеснительные барабаны и многоконтактные скребковые устройства при вращении барабанов благодаря центробежной силе прижимаются к поверхности цилиндра охлаждения и снимают слой жира. Перемешиваясь со стальной массой, жир охлаждается. Аналогичное назначение имеет охладитель D5FOG. Технические характеристики представлены на слайде. Охладитель К7ФКЕ-8 применяют при производстве сухих животных кормов. Он представляет собой сварной корпус, внутри которого в подшипниках скалежения вращается вал со шнеком. Корпус имеет загрузочные и разгрузочные бункера. Привод шнекового вала осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу, редуктор и муфту. Частота вращения шнека 0,05 оборота в секунду. Его размеры составляют наружный диаметр 352 мм, диаметр трубы 299 мм, шаг шнека 65 мм и высота витка 26,5 мм. Установленный электродвигатель имеет мощность 1,5 кВт. Высушенное сырье элеватором подается в загрузочный бункер охладителя. Сырье захватывается шнеком и транспортируется вдоль аппарата до загрузочного бункера. Одновременно с транспортированием продукта частично перемешивается и охлаждается до 30-40 градусов Цельсия. Производительность охладителя по сырью равна 500 кг в час. Его габаритные размеры при массе 2493 кг составляют 6595 на 1400 на 2800 мм. Кроме получения пищевых жиров, оборудование для охлаждения используют в производстве желатина и колбасных изделий. Желатинизатор представляет собой охлаждающий барабан. Корпус желатинизатора выполнен из высококачественной стали. Наружная поверхность тонко отшлифована, внутренняя имеет черное двухслойное покрытие. Барабан желатинизатора заполняют циркулирующим рассолом через сквозной вал, приспособленный для заполнения и отвода рассола температуры минус 5 градусов Цельсия. Температура бульона не должна превышать 45 градусов Цельсия. Только при достижении этих значений желатиновый бульон подают в приемник желатинизатора до определенного уровня, который зависит от концентрации бульона и прочности галерты, пленки снимаемого студня. Барабан желатинизатора наружной поверхностью захватывает слой бульона и при вращении желатинизирует его на холодной поверхности. Диаметр барабана при долине 700 мм равен 1600 мм. На другом конце барабана расположен валик, который отделяет слой галерты от барабана. Расход рассола составляет 2,3 км в час. Рабочее давление в рассольной системе равно 0,05 мегапаскаль. Толщину снимаемой галерты регулируют на 2-3 мм. При увеличении толщины пленки необходимо снизить уровень бульона в приемнике и повысить температуру бульона до 45-50 градусов Цельсия. Производительность желатинизатора при частоте вращения барабана в 80-х оборотов в секунду составляет 500 кг в час. Производительность желатинизатора при частоте вращения барабана в 80-х оборотов в секунду составляет 500 кг в час. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Подпишитесь на мой канал. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...